Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Наступил у нас 2016 год и я решила начать его с того, что освобожу свой стол от пустых баночек. Все их повыкидываю и, конечно же, вам расскажу свои впечатления о тех продуктах, которые у меня закончили. Баночки накопилось довольно много. Покажу вам в первую очередь вот такой шампунь. Крышка куда-то затерялась, потому что пустая эта баночка лежит уже очень давно. 99% натуральных ингредиентов в составе этого шампуня от фирмы ЕСТУ не содержит парабенов в содиум лаурилсульфата. Продукт содержит 99% натуральных ингредиентов. И мне кажется, не содержит силиконов, судя по тому, что волосы после него скрипучие и нет ощущения такого лоска волос. Очищает просто прекрасно. Мне эти продукты вот этой фирмы подходят просто отлично. И шампуни, и бальзамы. Единственное, конечно, минус – цена. Цена в районе 600, по-моему, рублей. Раньше чуть-чуть дешевле стоили. Но объем очень хороший, хватает надолго за такое средство. Мне, например, не жалко 600 рублей. Очень мне нравится. Но я просто уже неоднократно рассказывала про эти шампуни и бальзамы, поэтому особенно останавливаться не буду. Закончился очередной крем. Вот так вот выглядит от фирмы Бюкхен. Крем при ветре и непогоде. Я им пользовалась и для дочери, и себе мазала руки, потому что погода сейчас, конечно, очень-очень холодно улице. У меня руки обветренны до такой степени, что просто все в цыпках. Спасаюсь только вот такими вот кремами. Больше вот мне ничего не помогает. Только вот эти детские кремы. Следующее, все я вам тут сказала, с маслом Миндаляка, Ритей и Витамином Е. Используется с рождения. То есть мне очень подходит. Следующее, наконец-то закончившееся, экстраординарное масло от фирмы Лориа Ильсе. Я показывала в покупках, мне кажется, прошло уже, ну, год точно прошло. Может быть, даже и больше. Потому что я пользовалась им только тогда, когда какие-то другие масла у меня заканчивались. То есть такое вот лежало, знаете, в заначке. Не могу сказать, что понравилось, потому что если чуть-чуть переборщить, волосы становятся не очень свежими на вид. При этом, если волосы очень сильно повреждены, я бы не сказала, что справляется так же хорошо, как профессиональная линейка. Вот той же самой, например, Лориаль. Или масло фирмы Гарниер Фруктис, если мне не изменяет память. Справляется с распутыванием волос гораздо лучше, чем вот это. Поэтому такой вот, если оценивать из пяти на три с плюсом, скажем, покупать второй раз не буду. Если волосы не очень сильно повреждены, то я бы вообще не советовала пользоваться такими маслами, потому что от масла тут только название. Тут, по-моему, и на первом, и на втором месте силиконы. Поэтому, по сути, для меня это прям вот силиконы в чистом виде. Ну, там, конечно, есть какие-то масла, но я не знаю, проберутся ли они сквозь толстую пленку этих силиконов. Следующее, что я покажу, покупала тоже, ну, даже не знаю, показывать, не показывать. В общем, короче, это ополаскиватель для рта фирмы Колги. И свежий с чая мне не понравился. У него настолько термоядерно-ядрёный, химический вкус, я разбавляла водой, потому что так пользоваться мне не очень понравилось. Следующее, что я вам покажу, закончившийся тюбик, у меня только пачка вот такая вот осталась. В аптеке покупала, стоят какие-то копейки, витамин F99, крем. Очень, во-первых, хороший состав. У меня жирный, я покупаю только жирный, потому что на зиму это вот прям то, что нужно. И для рук, и для лица, под макияж. Великолепно наносится тональная основа на этот крем. Пользуюсь сейчас только им. Даже вот ничего нового не покупаю, но единственное, что какие-то остатки где-то кремов остаются, я ими там дополю. А так вот покупаю только это. Советую, прям вот если не пробовали, хотя я думаю, что в основном девчонки все накупили этих кремов и писали о том, что они тоже очень-очень нравятся. Вообще шикарная вещь. И состав тоже очень неплохой. Вот, кстати, и тюбик от полужирного. Выглядят, в принципе, они одинаково. И вот здесь вот сверху, видите, жирный и полужирный. Полужирный я бы могла посоветовать для жирной кожи в какие-то такие, знаете, лето, осень, весна. Мне кажется, что на зиму полужирного все-таки вот как-то маловато. По крайней мере, вот по моим ощущениям, для моей кожи. Поэтому выбирала я жирный крем. Уже купила очередные пару тюбиков. Очень-очень понравились. Не удивляйтесь следующему продукту, несвойственный мне, и я не пользовалась. Это от фирмы L'Oréal Elysef для окрашенных волос, для окрашенных эмилированных. У меня этим шампунем пользуется мой муж. Не удивляйтесь, но после этого шампуня у него волосы не торчат. Хоть он и женский, вроде бы как, хотя на самом деле тут спорный вопрос, чем отличается шампунь женский от мужских. И для окрашенных волос тоже. Думаю, что здесь очень много силикона в составе. Состав я не читала. И волосы у него очень мягкие и не торчат, потому что у него рост волос такой, что волоски некоторые отдельно такие торчащие. В общем, короче говоря, он пользуется уже этим шампунем, мне кажется, года три точно. Поэтому, если вы видите в моих пустых баночках вот такой вот L'Oréal Elysef, это не я им пользовалась. Следующее, что я покажу вам, кристальное масло от фирмы Шварцкоп Глискур. Вот так вот выглядело. Я покупала его по пробнику, мне попался в каком-то журнале, и я долго-долго искала это масло. И знаете, как бывает очень часто в пробнике, то ли вот это какой-то, знаете, в голове какие-то тараканы, то ли действительно так. Но в пробнике мне это масло понравилось гораздо больше, чем вот я нашла все-таки спустя там 3-4 недели это масло в магазине. Какая-то прям редкость. Для сухих и тусклых волос у меня, опять-таки, если волосы сильно повреждены, видите, что сейчас без волос осталось. Мне подружка их отрезала на 30 сантиметров, поэтому вот так вот. Сейчас у меня, в общем-то, в неплохом состоянии. Для таких волос, не сильно поврежденных, это масло неплохое, но опять-таки, я сейчас стараюсь практически вот этими силиконистыми маслами не пользоваться. Потому что со временем эти силиконы настолько высушивают волосы, волосы становятся секущимися, сухими. В общем, пользы от них никакой. Для не сильно поврежденных волос неплохо, для сильно поврежденных тоже слабовато. Следующее, вот, кстати, и тюбик, видите, закончившийся от жирного крема витамина F99. Вот так он выглядит. Следующее, что я вам покажу, это пенищееся масло для душа, расслабление от Эколаб. Я давно его не показывала, некоторое время назад я купила еще один такой тюбик, был какой-то перерыв, потому что уже, знаете, когда пользуешься, год, там, два дня, у тем же же поднадоедает, несмотря на то, что вещь классная, запах потрясающий. Пенится не очень хорошо, но на масло, вот так вот давайте, здесь остатки по тюбику так и распределились, на масло не очень похоже, похоже на очень-очень мягкий гель для душа. По-моему, уже все тоже девчонки после моих хороших отзывов накупили, кстати, и если вам понравилось, тоже обязательно пишите в комментариях, буду знать, что и вам тоже понравилось. Следующее, это, по-моему, тоже у меня очень давно стоял этот бальзам, и я говорила уже, что мне не понравился бальзам от фирмы Шварцкоп с Клауди Шифер на этикетке для окрашенных и милированных волос. Для слабо поврежденных волос достаточно, для сильно поврежденных волос он практически ничего не делает. Для натуральных волос, ну, если кто-то пользуется вот бальзамами для окрашенных и милированных волос, для натуральных, то, в принципе, тоже неплохой такой результат. В общем, если волосы не сильно повреждены, то неплохо. Я думаю, в составе тоже тут куча силиконов, да, я их вижу, причем на раз, два, три, четыре, на пятом месте, на пятом, на шестом силиконы, силиконы. Запах, вот единственное, что ради запаха, мне кажется, эти средства стоит покупать. Запах пудренно какой-то, вот настолько приятный, просто неплохо. Следующее, что у меня закончилось, вот, кстати, еще один тюбик, видите, пустого, уже полужирного крема. Следующее, что я вам покажу, закончился у меня, помните, я рассказывала о том, что я купила в аптеке натуральный какой-то супер-натуральный крем, сейчас я вам покажу, МВК, он называется, вот так вот выглядит тюбик, покупала его, по-моему, за 550, 525 рублей, вот здесь пятикетка есть. Значит, смотрите, что здесь, увеличение жизнестойкости клеток кожи и защита от УФ-стресса на 90%, на 75%, защиту кожи от регидрации 42%, снижение появления морщин, сияние кожи, осветление пигментных пятен, лифтинг за счет насыщения кожи водой. Слушайте, 2016 год начался, я читать и разучилась. Снижение отеков, темных кругов под глазами, выравнивание рельефа кожи. Это новая косметика без химических консервантов, минеральных масел, продуктов нефти, химии, силиконов, отдушек, красителей, ГМО. Он очень легкий, он как водичка, увлажнение мне лично для моей кожи в зимний период и в осенний период не хватало, хотелось нанести этот крем второй раз. Конечно, большой плюс такому прекрасному натуральному составу. Аромат у него, ну такой специфический, мне кажется, какой-то, знаете, эфирное масло зеленого чая может быть, что-то такое. Тут куча растений, гиалуроновая кислота, стабловые клетки альпийской розы. В общем, по составу претензий вообще у меня нет. По качеству увлажнения, ну очень среднее. Подойдет, если у вас очень жирная кожа или просто жирная кожа, для вас, скорее всего, этого увлажнения будет достаточно. У меня сейчас очень сухая кожа, она шелушится и постоянно хочется вот прям умыться, умыться, умыться. Увлажнений мне достаточно. Что касается вот всего вот этого заявленного, пигментных пятен на лице у меня нет, синяков под глазами у меня нет, поэтому на эту тему я даже ничего не могу сказать. Выравнивание рельефа кожи я не заметила. Возможно, одного тюбика, здесь, кстати, в инструкции сказано, что пользоваться нужно очень долго. В общем, я ничего особенного не заметила, кроме натурального состава, что, конечно, огромный плюс, но пока его покупать не буду, потому что увлажнений для меня маловато. Следующее, следующее, давайте, наверное, гречичный скраб для тела от баньки бабушки Агафьи, да, банька Агафьи, секрет сибирской травницы. Стоит копейки, хватает на пару, ну, максимум тройку, раз, в зависимости от габаритности ваших тел. Вот. Мне нравятся эти скрабы, нравятся все, без исключения. Мне нравятся их ароматы, хотя они довольно специфические. Мне нравится, как они скрабируют тело. Мне нравится упаковка. Маленькая, удобная, очень удобно выдавливать. Здесь ничего, ну, вот так вот, давайте покажу. Такого вот цвета. Единственное, что вот этот гречишный, наверное, все-таки здесь красители есть, и вот эти красители оранжевого цвета смывают с кожей как-то не очень эстетично, мне показалось. А так, в принципе, очень довольна. Следующее, что я вам покажу, фирмы Гарниер Фруктис, мгновенный уход, объем и восстановление. Не понравилось, никакого объема не заметила, зато волосы становятся как будто бы недомыты грязными. Никакого увлажнения тоже я особенно не заметила. В общем, средства я бы, ну, я бы своим знакомым, своим подругам рекомендовать, честно говоря, не стала. И давайте последнее на это видео, а следующее видео будет о пустых банчиках, то, что касается декоративной косметики, что у меня здесь осталось. Вот такая вот штукенция, это увлажняющий кондиционер, тоже не смываемый. Попался мне в какой-то коробочке, глэмбокс, эльбокс, я уже, честно говоря, даже не помню. Очень понравился, очень понравился запах, приятный такой, прям вот, мне кажется, в парикмахерских так пахнет, в хороших парикмахерских. Запах очень хороший, увлажнения достаточно даже для поврежденных волос, не делает из волос сосульки, из моих, по крайней мере, точно. Не создает неухоженного вида. В общем, волосы прекрасно расчесываются, очень здорово пахнут, довольно долгое время. Давайте я покажу вам баночку поближе. Вот так вот, наверное, не отсвечивает. Вот, средство, в общем, очень понравилось. Если я его где-то случайно в магазине встречу, скорее всего, полную версию куплю, потому что такими средствами пользуюсь. Хотя у меня кончики сейчас, в общем-то, в довольно таком неплохом состоянии. Все, давайте декоративную косметику перенесем на следующее видео. И это видео уже довольно большое, получается почти на 15 минут. А на сегодня все. Я желаю вам хорошего дня или вечера. До новых встреч!